здравствуйте меня зовут саша и я расскажу вам чем похожи и чем отличаются различные средства управления конфигурации перечисли шеф папе солстик и особо давайте познакомимся я живу на северо-западе я на самом деле однажды был уже в пензе и было очень жарко поэтому в этот раз я взял с собой плавки вы мне потом пожалуйста покажите где искупаться можно я работаю главным инженером в компании get in sky у нас небольшая но гордая компания и так получилось что вот маленькой компании прежде всего заводится пресс-служба наверное от сырости я вот точно не знаю я пропустил момент когда появилась пресс-служба они меня очень попросили предоставить им фото с моего выступления поэтому пожалуйста сфотографируйте меня на iphone и выложите в фейсбуке мы же люди цифрового тысячелетия я пресс-службы покажу как бы они от меня отвяжутся спасибо огромное нам можно там в разных ракурсах я буду позировать чем я занимаюсь я занимаюсь поддержкой инфраструктуры различных веб-проектов разного размера больших маленьких и постоянно под долгую службу мне приходится что-нибудь конфигурировать а а вот вы скажите теперь кто вы вы наверное веб-разработчики среди вас есть веб-разработчики честные люди вы молодцы вы знаете я вот всем рассказываю когда в москве спрашиваешь вот так вот у зала есть веб-разработчики треть поднимает руки остальные сидят я так и не смог понять остальные кто вообще зачем они в зале да ну так сказать показывают недоступно надо них высоту будете хорошо писать на пищу пересадить да может быть вы занимаетесь поддержкой веб-проектов это вот так называемые системные администраторы признавайтесь не бойтесь я никому не скажу есть такие почему-то в россии непопулярная профессия да ну а остальные я боюсь даже спрашивать чем занимаются остальные будем будем считать что как бы чем-то хорошим не знаю высокопроизводительными вычислениями чем-то еще но я уверен что вот те из вас кто занимается поддержкой они немножко конфигурируют что чуть-чуть готов поспорить а если вы не конфигурирует наверняка за вас кто-то конфигурирует и это хорошо если вы знаете вот лично того человека который это делает и доверяете ему что может оказаться что как бы проект шел шел никто не конфигурировал ну просто забыли что должен быть такой человек зачем нужны системы управления конфигурацией вы не поверите для того чтобы управлять конфигурацией на самом деле для того чтобы добиваться повторимости в повторимся то очень важное свойство когда вы взяли машину во вторник и в четверг сконфигурировали получилась одна и та же машина только времени совпал немножко на самом деле сейчас очень модно рассматривать конфигурацию как код хранить ее в репозитории да сделать делать диффы комиты комментарии писать красивые ну и вообще обращаться с ней бережно вот так же как вы на чем в этом веб пишите я не знаю на чем-то хорошем наверно надеюсь что не на пивич пи хотя почему не знаю пусть будет речки да но и на самом деле очень важная вещь библиотеки вот я я очень люблю библиотеки знаете за что вот я вот в гугле набрал слова библиотекарь картинках и вот отличная картинка выпала на самом деле а еще знаете очень легко вот так вот заполнить когда уже в баре сидишь где девушка понравилось ты подходишь и говоришь простите вы не подскажете как пройти библиотеку и уже можно там поговорить о творчестве есенина после этого нормальный разговор получается библиотеки это классно а программисты они любят библиотеки еще и за то что можно взять немножечко чужого кода и выдать за свой и в общем то получить за это компенсацию до к зарплату вроде как вы ничего не делали а все работает классная штука библиотеки мы о них еще немножечко поговорим ну как конфигурировать до лайка босс как вообще все это развивалось начиналось все в 70-е годы был юникс shell скажите а кто вот на юникселе умеет что-нибудь исполнять но я соболезную вам на самом деле мне близка ваша боль потом годах в 90-х в россии была приватизация а в глобальном мире появился cf engine ну это было это было хорошо на самом деле что он появился я тоже потом на нем немножко остановлюсь и он был написан на языке си а вот кстати на языке си кто-нибудь здесь пишет круто да я тоже пишу на самом деле в нулевые у нас как бы наступила стабильность а у них появился папе написанный на языке руби и беседжи ту на пайтоне я честно говоря вообще не знаешь такое беседжи ту судя потому что я не знаю что это такое наверное он был не очень хорош спишем так сказать на это а уже в десятые годы просто там цветник целых появился шеф солт с был джу-джу который недавно на голову переписали потому что голову это круто да это модно моднее чем php кстати да у нас у нас моднее не знаю как у вас вот у нас чисто если не пишешь на голову все уже не пацан есть рандек написанный на java есть бабушка бабушка есть на руби понятно в австралии писали они там знают это слово и morel на прологе есть такой язык оказывается пролог я вот на самом деле тоже с удивлением узнал что до сих пор кто-то пользуется я поместил картинку двух серверов видите они они похожи это вот из 90 коробка сверху а вот это вот из десятых ничего не поменялось практически даже размеры так более-менее совпадают да но увидите что чем чем дальше тем больше тулов для того чтобы конфигурировать и надо как-то понять а чем они отличаются и какие из них хорошие какие плохие такое количество надо разобраться ну как как вот если есть задача пойти купить джинсы в магазине гэп как делает мужчина и как делает женщина вот у меня есть отличный диаграмм отличный план мужчина идёт и покупает джинсы а женщина она как бы как это обходит граф целиком я уж не знаю что она нам делать покупает все видимо вот когда вы выбираете 7 систему скорее всего вам хочется вот так же поступить по-мужски пойти взять хорошую такую синего цвета 7 систему долго носилась чтобы вас радовало я в общем тоже вас 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 прекрасно понимаю и решил такой гайд накидать чтобы вы могли познакомиться и выбрать нормально да ну как вот если вы посещали когда-нибудь собрание анонимных алкоголиков начиная здравствуйте меня зовут саша у меня есть проблема вот у меня была проблема я в начале 2011 года мне нужно было выбрать систему правильной конфигурации и как действовал я каков был мой алгоритм вот я знал что есть папе ты шеф и они оба на руби а я не знаю ни шеф не папе не руби надо как-то решить и вот про папе было книга я ее просто взял этом взял взаймы назовем это так я взял взаймы эту книгу и ну на самом деле в в цифровом веке книга не является больше источником знаний она просто знаете как это предмет ну гордости вот у меня вот есть целая полка книг про джава я иногда когда злюсь я просто там разрываю одну из них выбрасываю в окно потому что книги тех лет про джаву это ужасная совершенно бодяга я не знаю зачем их издавали там там даже бумага не очень хорошая я я решил по-другому я решил что книга это показатель как бы взрослости проекта если уж про это написали книгу наверное ну наверное люди как бы врубились наверное проект будет жить наверно сколько ты уже прожил вот есть такая книга пуллинг стринг с лифт папе она в 2008 году была издана если взять меня из 2011 года и перенести вот в сегодня то вот это это уже просто не проканает понимаете сейчас есть огромное количество тулов прошив есть куча книг ну куча не куча но штук 5 наверно найдется и про папе тоже там штучек пять я кстати хочу сказать что вот те книги которые публикует издательство пакет паблишинг это отлично просто это вот по сравнению с тем добром на джава который у меня на полках стоит это просто небо и земля вот эти книги можно и нужно читать я очень рекомендую я не зря их поместил на этот слайд я вот сюда летел и зачитывался просто сижу чита нифига себе вот люди дают на самом деле но в любом случае если и про то и по другое есть книга ну надо что-то что-то другое забыть и какие-то выбрать критерии да кстати я забыл совсем сказать у меня на слайдах на картинках вы знаете есть такие девопсы вы слышали слово девопс вот никто не знает на самом деле током кто такой девопс но я вот на картинках у себя поместил девопса и тот кто угадает на какой картинке девопс вот тому по счету уважения понятно что библиотека уже не девопс но вот дальше там дальше там будет девопса если вы увидите девопса вы сразу кричите а это девопс вот так мы его идентифицируем да ну вот какие могут быть критерии я выписала все которые пришли в голову это порог вхождения это сложность развертывания это там они на разных языках написаны это различные языки на которых написано само ядро да сам движок различные языки описания конфигураций это может быть как кастомные dsl совсем кастомный до который там поверх я мало допустим или поверх я не знаю ночью чтоб не приснилось xml а это может быть им беда dsl на рубе сделанной когда у вас dsl просто поверх существующего языка ну и как бы тулы могут отличаться парадигмы она может быть императивная декларативно есть такой параметр как сложность поддерживания потому что вы вот извернете какой-нибудь там пайпет и вам сразу же понадобится папе инженер в команду вот он как песс-служба так тоже заведется у вас придется его кормить ресурсоемкость что может оказаться в какой-то момент что вот ваша инфраструктура для конфигурирования жет ресурсов побольше чем то что вы конфигурируете это наверное ну я не знаю как бы мне кажется что это не совсем допустимо такой параметр как дружелюбность и компетентность сообщества я намеренно не стал никак вот никак никак градацию суда вводить потому что ну я не знаю вот у нас есть такая конференция dd-conf и там в правилах написано что нельзя со сцены ругаться я не знаю можно ли у вас ругаться но я буду я буду просто как бы делать недовольную физиономию вместо того чтобы угаса вот дружелюбность и компетентность она знаете мы про нее еще поговорим понятно что у меня классификация целиком субъективная то есть это вот у меня есть какой-то личный опыт какие-то критерии которые нельзя померить нельзя принести там ресурсометр то есть можно на самом деле но то что для вас приемлемо для меня не приемлемо у нас просто разные градации но у меня вот такая классификация возможно у вас другая я не знаю вас может быть действительно есть другая какая-то ну мы это можем обсудить потом вы пока подумайте начнем с порога вхождения на самом деле он зависит от того каким путем вы шли я начинал с папе ты мне было сложно потому что папе оказался непростым он таким довольно требовательным оказался не по делу требовательным я бы так сказал к человеку когда я через три года вернулся уже в составе команды на папе я так посмотрел ну елки-палки здесь же все ясно здесь все очевидно после того как с другими тулами познакомишься папе становится ясен потому что я уже знал на что похоже типичная 7 система я уже знал что нужно мне и знал как этого добиться от папе то опять-таки пока так сказать меня не было там написали нормальную книгу пропать наконец но несмотря на все на это несмотря на то что есть типичная 7 система порог вхождения разный и вы должны будете понять в какую систему вам пойти проще это очень субъективная штука не попробовав не поймешь вот тот же упомянутый cf engine про не про него тоже есть книга тоже давно написанная я ее читал когда уже знал что такое папе то что такое шеф я вот дальше оглавление просто не смог пройти я читал оглавление понимал что как это высшая математика какая-то там действительно высшая математика там есть теория обещаний специально придуманная вот товарищем который написал сейф engine и мне нужно было очень просто на очень простой вопрос найти ответ как в этом деле сделать конфиг на хосте по шаблону оглавление почитал не нашел по тексту книги почитал не нашел ну блин может быть никак нельзя может быть там только седом можно строчечки менять я не знаю до сих пор мне просто стало неинтересно в какой-то момент если я не могу быстро получить ответ на свой вопрос значит наверное я не хочу с тем тулом работать просто на данный момент то есть я хочу чтобы у меня getting started был ну примерно на полтора экрана а лучше всего на строчки на 3 я вот в конце getting started уже там был вот профессионалом крутым суперменом да ну вот собственно говоря график профита у меня нарисован я хочу чтобы раз и все стало хорошо что нужно вот из чего состоит getting started типичный нужно развернуть и настроить сервер пусть даже в минимальном варианте если вообще в системе предусмотрен сервер на клиентских машинах нужно настроить агент если вообще в системе предусмотрен агент и нужно агент связать сервером показав что сервер у тебя здесь после этого надо взять какой-нибудь айди там или нортон команды там у кого что команды я вот видим им пользуюсь взять просто описать конфигурацию потом как-то протестировать то что вы описали на то что там она не разрушает вам вашу инфраструктуру и применить казалось бы да что может быть ну вот всего-то пять шагов и еще и профит там до шестым шагом что может быть проще на самом деле все не так просто из чего состоит типичная 7 система судя потому что вы молчите это видимо тоже не девопс ну вот сервера обычно есть вот всех системах которые мы будем рассматривать сервер так или иначе присутствует агент на клиентских узлах есть почти всегда описание конфигурации из чего состоят из описаний пакетов установленных через пакетный менеджер из описаний разрешенных и запущенных сервисов на самом деле бывает еще описание запрещенных и незапущенных но это как бы они так сказать получается из предыдущих отрицанием из шаблонов конфигурационных файлов по которым можно применяя описание параметры сред и правила генерации сгенерировать конфиги которые разойдутся потом по хостам ну соответственно эти описания параметров сред тоже должны быть у вас а дальше мы начинаем их сравнивать и вот у меня есть картинка вот есть сервер нормального человека но это просто обычный сервер да есть сервер курильщика это вот вот так вот выглядит из таких компонентов состоит шеф-сервер шеф-сервер на самом деле это большая тяжелая штука которая мало того что ресурсы есть и и еще до версии 11 нужно было разворачивать вручную в общем то никаких особых проблем это не вызывало кроме некоторого удивления а зачем они все что знали собрали в одно так сказать место и как она у них там работает работала она честно говоря не очень они потом взяли еще больше компонентов добавили притащив туда еще ирланг и выбросив кауч дебе и ну по крайней мере теперь она как-то все это заметено под ковер потому что вместо того чтобы ставить вручную сейчас 11 шеф ставится однострочником но в результате у вас все равно получается такая развесистая гирлянда из всяких процессов которые непонятным образом между собой взаимодействуют и на самом деле они достаточно такие стеклянные их легко сломать то есть вот чуть-чуть в конфигурации ошиблись их легко переконфигурировать но и легко добиться неработы после чего становится как бы понятно что сломалось то ну к счастью это быстро чинится настроить агент на клиентах ну здесь проблем нет практически нигде он настраивается элементарно единственное что нужно сделать выбор этот агент у вас будет болтаться как сервис либо он у вас периодически будет запускаться и это на самом деле такой достаточно важный выбор почему потому что если у вас агент написан на руби и он болтается сервисом он тихонечко отъедает у вас память причем ну как тихонечко у меня мои шефовские агенты отъедали по гигабайту если учесть что они стояли в виртуальных машинах на одном и том же гипервизоре их было семь я так это какой-то момент пришел а у меня 7 гигабайт нету я схватился за голову как бы и ну просто перевел все на крон а в книге про папе кстати написано про это там написано что вообще-то можно использовать как сервис но лучше не нужно ставьте в крон ну вот как бы теперь я знаю этот секрет ну потому что руби виртуальная машина просто так устроена что она если взяла память она не видит смысла отдавать и совершенно верно ну а мы тогда не видим смысла ее использовать описание конфигурации на самом деле на самом деле все вот тулы которые я перечислил ну и вообще все тулы на этом рынке они стараются сделать так чтобы описание конфигурации было декларативным чтобы подробности того как до этого описания дойдет система были скрыты от вас и это на самом деле правильно но есть один большой камень преткновения связанный с тем что сам процесс применения этого описания он императивен у вас есть некий четкий алгоритм так или иначе выбранный связанный с тем что у вас вот в 70-е годы как завелся в системе unix shell так до сих пор вы не выбросили и пакетные менеджеры современные они на самом деле не очень современные и они на мой взгляд просто сломаны они декларативное описание просто не поддерживают сами по себе они не дым патентный я выговорил это слово с первого раза ну и дым патентность это такое свойство когда у вас два повторных применения приводит к одному и тому же состоянию системы просто напросто да когда вы пишите описание конфигурации вы вам нужно как-то выбрать dsl то есть вы когда выбираете систему вы еще на язык ориентируетесь на котором будете описывать и вы выбираете лучше тот dsl который вам яснее как вот человеку который пишет так сказать конфигурацию в виде кода но дело-то в том что dsl курильщика он тоже есть и я вот думал а что привести в виде примера dsl курильщика и потом я понял что они все такие вообще то есть нету идеального dsl на котором можно было бы взять и все описать я мы об этом поговорим еще они все так или иначе сломаны просто сломаны в разных местах у них есть граничные условия применения и вам нужны эти граничные условия понять и вы должны ну быть готовыми к тому что dsl никакого не хватит потому что dsl все варианты описания не охватывает и вам придется либо писать свои модули к ядру системы либо просто исполнять несчастные баш-скрипты из семидесятых которые ну я не знаю почему вы почему вы должны хотеть это делать кроме крайней нужды и вот если у вас есть возможность по возможности делайте их пожалуйста и дым патентными вы себя спасете от убийства как бы от самоубийства да путем применения неправильной конфигурации ну и соответственно выбор языка ядра он тоже в общем-то достаточно очевиден если вы пишете на 1s то вам все равно а если вы пишете на ruby или на python вам наверное удобнее будет выбрать тот язык который вы уже знаете потому что с очень большой вероятностью вам придется все это дело подчить мы об этом еще поговорим когда до дружелюбности сообщества дойдем ну собственно говоря примеры dsl курильщика в питере есть замечательный товарищ стас богатырёв который буквально две недели назад делал доклад под названием шеф-сервер не нужен и там есть замечательный слайд где нарисовано 15 разных мест в описании конфигурации где могут быть объявлены так или иначе атрибуты ноды и у этих 15 разных мест есть как бы порядок применения его понять даже невозможно не то что запомнить на самом деле это все не фатально до тех пор пока вы не нырнули в эту глубину вам кажется что с шефом все в порядке но как только вы найдете в документации эти 15 мест и попытайтесь понять что происходит скорее всего как бы вам придется ну срочно эвакуироваться так или иначе чтобы там мозг не расплавило да на самом деле вот это одна страна есть еще sold sold система достаточно новая не так давно появилась она бешеным темпом развивается но охватывает еще не все там замечательный dsl поверх ямала которые как бы чтобы его расширять придумали возможность написания описание конфигурации с применением python я очень горжусь тем что я этому научился и хотел вам показать а потом когда я просто пытался прочесть а что у меня там написано я понял что нельзя это показывать это как это вообще ну вот как это индусский какой-то код я причем не сам научился мне добрые люди подсказали вот с рассылка со списка рассылки дружелюбные люди они мне прислали этот кусок я попытался его понять понял что он не стирает ничего из диска ладно пусть будет и он действительно делает то что надо да ну вообще на самом деле из моего опыта чем больше и сложнее описывая конфигурация тем больше метрика wtf на количество строк в коде кстати кто не знает что это за метрика такая да да это когда вы сидите читаете коды так что за фигня и в этот момент как бы каунтер увеличится на единицу а потом нужно поделить на количество строк в коде так вот чем у вас сложнее конфигурация тем эта метрика больше по-любому просто она а если если строк нет тогда повезло с работой надо сказать я тоже хочу вот так вот чтобы строк не было деньги были классное место я думаю я рассмотрю вариант просто до резюме отправить да но вот моим субъективным ощущением когда я когда я делаю описание под шеф это метрика пожалуй что наименьшее шеф пожалуй что для больших конфигураций наибольше наиболее всего приспособлен ну вот мы и дошли до дружелюбного сообщества что я могу сказать про дружелюбное сообщество у шефа довольно дружелюбное сообщество они баги не закрывают ни при каких условиях просто там висят такие баги читая которые я начинаю сидеть в разных местах я попытался немножечко подправить один из шеф кубоков дело в том что если вы контрибуете его пенсорс вам нужно подписаться где-то подписаться отсканить это и отправить им в этот момент я понял что я просто у меня сканер скорее всего там чем-то залит он наверное не работает более того я подписаться тоже не могу так давно ручку руках не держал я шо что я не буду ничего им контрибусть они дураки какие у меня извините ну относительно дружелюбности сообщества я писал в mail is sold там отличные ребята они всегда помогают они очень быстро отвечают и они даже если вам что-то надо они для вас это напишут по крайней мере там год назад так было они там модуль прям в ядро для вас вкрячут и даже как-то я видел что вот в мейл листе салта был человек которого прогнали из энси было он туда что-то пытался закомитить ему сказать так нельзя ты нарушаешь наши правила иди-ка ты отсюда вот а в салте его не прогнали потому что он ничего не успел закомитить в связи с этим я могу сказать что будьте готовы к тому что вот тот ту который вы возьмете вот я упоминал стаса богатырева стаса богатырева контрибутит в шеф совершенно спокойно видимо чем дальше контрибутит тем так сказать меньше седины у него прибавляется со временем то есть вам придется все это вот как бы заботу об этом тулев взять на себя потому что люди с той стороны они может быть дружелюбные но не очень компетентны они вот что-то там пишут и иногда даже очень плохо тестируют потому что у них нет такой конфигурации как у вас они вообще не думали что так можно как вы хотите вам придется этим заниматься вплотную самим и дружелюбность она будет равна вашей дружелюбности а компетентность будет равна вашей компетентности я через все это прошел на самом деле я полтора года жил с шефом в отрыве от какого бы ни было сообщества и очень хорошо себя чувствовал по крайней мере мне кого было ругать кроме себя да ну вот на самом деле с расстояния 5000 метров все семь системы похожи но если подойти поближе выяснилось что у них есть так или иначе уникальные свойства у разных систем и вот мы наверное сейчас поговорим об этих уникальных свойствах уникальное свойство которые меня выводят из себя у каждой системы свой жаргон я раньше составлял словари вот так вот на слайдах вешал словарь но когда я говорю о четырех системах это просто глупо у меня словарь не влезет на слайд и на два слайда не влезет каждая система выдумывает свои названия для одного и того же я думаю что они просто пытаются поделить рынок таким образом они вот надеются что вот вот их вот вот это вот гора кода не очень хорошего она вытеснит всех остальных и победит поэтому все должно называться так как у них ну либо просто них такое чувство юмора придумать какие-то странные обозначения и их везде носовать ну я как-то уже свыкся с этим я просто иногда путаюсь правда но ничего меня прощают потому что я большой шеф в чем уникальность шефа шеф сделан рубистами а рубисты на самом деле несмотря на то что они выглядят как обычные скриптописатели они революционеры они люди которые пришли и решили сделать все правильно и как начали делать все правильно в общем в итоге доделались до того что все вышло так как у всех но в процессе они сделали очень много правильных вещей во первых у шефа есть шеф ли брали на биркшелл это система управления зависимостями если кто-нибудь когда нибудь работал с бандлером с композером с бауэром с чем-то подобным а вы сталкивались с ну я думаю что да сейчас это сейчас это как бы мейнстрим вот это вот есть в шефе и она работает действительно можно взять за очередь версии вам придет именно эта версия можно взять и сослаться на 4 репозиторий в гитхабе и к вам придет оттуда код шеф начинался вообще как saas система и как saas система работает отлично где то есть большой платный шеф куда можно где можно купить подписку туда поставить свои хосты у вас будет разделение прав у вас будет веб морда у вас будет все то же самое что было бы поставки шеф сервера себя под столом только у вас уже проблема обслуживания шеф сервера беспокоить не будут вы за это уже заплатили там есть такая фича как шифрование секретных данных вот если вы не хотите чтобы какие-то данные были видны людям которые в репу залезли там что-то увидели вы их шифруете и кладете в репозиторий шифрованными и даже если там шеф-сервер опс кода взломают где вы подписку купили украдут ваши данные ничего них не поймут они шифрован и и эта фича она прямо вот вклеена в шеф номер прям в ядро для папе то есть сап project такой как бы отдельный хайра папе то есть плагин к нему для шифрования хайра gpg для остальных тулов я ничего подобного не нашел но видимо тоже там можно гвоздями прибить сбоку но я честно говоря не очень раньше не очень доверял прибитым гвоздями сбоку решением пока не начал читать код ядра всех этих дел я понял что гвоздями прибывать бывает даже полезнее да есть такой тул food critic который просто линтера его можно запустить он вам скажет где у вас надо что-нибудь поправить вы можете пойти почитать на что это он ругнулся и поправить и он в общем иногда даже по делу говорит я у себя запустил он мне что-то сказал я пошел почитал ну ничего страшного нормально и без него все хорошо но тем не менее наверно начинающим полезно у шефа традиционно отличная интеграция системы тестирования есть integration testing tool test kitchen есть различные прослойка к популярным юнит тестинг тулам рубишным опять же шеф спек есть кумбер шефы перспект шеф и все это вроде как у людей работает так или иначе то есть люди действительно берут и пишут юнит тесты на шеф рецепты да кстати я там чувака нарисовал в белом колпаке но это тоже не девопс это просто вот люди когда произносят шефа они как только не изгаляются они и чиф говорят и чеф в общем беда полная слово-то французское на самом деле заимствованность шеф но это повар просто а а чиф это вообще тоже ворси так если что так что это вот как бы там кухонная тема у них все вот эти вот их вещи которые там инфраструктурные они тогда с кухни взяты visit test kitchen у них там тулат для управления там найф рецепты это рецепты соответственно кухня папе чем уникален папе в отличие от шефа он сделан под enterprise он сделал под предхайд enterprise linux а вот это нормально сентос шефовские рецепты никогда нормально не работали на сентос потому что люди которые пользуются шефом и пишут туда рецепты они вот кроме убунта ничего не знают это в общем-то ну это нормально до тех пор пока вы как это пока вы я не знаю шевинизм сейчас начнется ну да в общем не надо забывать что синтос тоже есть и и отличная совершенно штука которая от нашел это полная поддержка команд отжас что такое отжас а отжас от нас на авгий авгий а кто не знает старика авгия кто не помните старика авгия авгий это это такой чувак у которого конюшни который там супермен вычищал и вот что такое отжас это такой пиай который из лапшистых непонятных конфигурационных файлов unix и делает windows регистри с более-менее понятными путями хотя сейчас сказал и содрогнулся windows регистри это тоже от но по крайней мере по нему навигировать как-то можно это вот такая штука которая такой безопасные 5 предоставляет для того чтобы сказать вот в этом конфиге должна быть вот такая строчка обязательно мне не важно что в этом конфиге еще но вот такую строчку пожалуйста добавьте это может быть очень удобно когда у вас конфиг правится как-то и тхок руками или какими-то тулами другими кроме шефа когда вы не стимплей ты его генерите но вам нужна эта строчка и вот папе ты-то умеет а шеф про это вообще не знает у шефа только вот стимплей то и все и с неким удивлением я узнал что вот уэсси был есть сторонний модуль который тоже все команды поддерживает удивился что если был вообще очень новая тула мы до нее еще дойдем салт чем уникален салт вот он сделан как для людей которые которым нужно быстро и грязно к викинг лёте вот для таких людей которые вот там нарисованы да совершенно верно это девопс у салта клиенты всегда держат соединение с сервером то есть клиент всегда подключен к серверу вот всегда на связи очень удобно выполнять параллельные тхок команды вот вам понадобилось что-то вот прямо сейчас какую-то там спонтанную случайную команду выполнить на группе серверов вы идете салтом и и делаете потому что салт вообще появился как правил экзекьюшн тул это потом уже когда люди сделали параллельное исполнение увидели что классно работа не решили а сейчас мы будем конфигурацию применять если посмотреть как сделано параллельное исполнение в шеф вот рубистов вообще можно троллить им подходишь рубистика чувак нет ссс чувака разрывает в клочья вообще просто нет сссс в рубе работает очень погано и для того чтобы в шефе наладить правильное исполнение нужно dns какой-то поднять чтобы он имена умел резолвить нужно чтобы у вас сервер видел клиенты в общем какая-то беда это нужно там чтобы шеф-инженер там с системным администратором посидели с бутылочкой водочки и что-нибудь там изобразили а в салте как бы нужно чтобы клиент видел сервер и все больше ничего это отличная тема ясбл ясбл это вот сделан для нас для для каких таких нас для нас это вот я там супермена нарисовал вы знаете на самом деле супермен это ведь трагический герой потому что в то время как обычные люди занимались нормальными делами вот ему приходилось какую-то беду какую-то делать летать в космос без скафандра спасать людей каких-то причинять добро ну нечто такое что вот я бы не хотел понимаете на самом деле но приходится вот супермены это такие люди которым как бы какую-нибудь фигню надо решить срочно эссбл чем уникален сервер у него это не всегда сервер то есть я вот поставил себе с был вот на этот ноутбук и у меня вот на нем с и был сервер сейчас выключены нет никакого сервера до он и не нужен а агента на управляемых нодах нет вообще то есть вам на моды вообще ничего не надо ставить у вас нужен только интерпретатор python и все и больше ничего и подключение по ssh туда и это на самом деле оказалось очень удобно оказалось что если был знает такие системы как open bsd как dragonfly bsd а кто нибудь вообще слышал про dragonfly бсд когда никто не слышал а ну конечно и смартос а про смартос кто-нибудь слышал я слышал у меня инфраструктура стоит на смартосах на самом деле я признаюсь я ну мы меня всем устраивал салт я вообще не про куэссбл знать не знал и думать не думал я думал я думал я вот сейчас включу в обзор там что-нибудь напишу и я хотел так как это прилететь в гостинице заселиться и сделать но встретил кирилла макевнина и мы про ирланг так до середины ночи разговаривали а потом что-то заикнулся я про энсбл сказал мужик слушай энсбл это круто у нас все на нем сидят вот ты тоже попробуй я тебя оставлю пакетики я так знаете когда все разошлись я так с рукава замахнул и вот реально я в 4 часа 20 минут ночи я поставил себе суда энсбл в 4 часа 55 меня накрыло я понял что да это мое да это вот я сейчас вот вернусь обратно я свои несчастные вот эти вот гипервизоры которые на самом деле достаточно сложные капризны потому что они с флешки запускаются они конфигурационные файлы невозможно обновить она там на флешке все прописано скрипты писать для этого а к башу я отношусь просто не очень по-доброму потому что баш по моему старше меня я не люблю вот когда там песочек сыплется из интерпретатора а тут слушайте я вот реально я как бы оказалось что энсбл знает как сервисы по царе сам стартовать и что там где-то есть человек который любит меня лично да как бы он взял и написал для того чтобы я мог среди ночи взять и сервис стартовать в соляре а сервер можно же не на ноутбук поставить а на сам мой гипервизор которым и нужно управлять если подумать что такое сервер для configuration менеджмент тула эта штука которая файлики умеет раздавать потому что всю конфигурации компилирует всегда и применяет сам клиент сервер ничего не делает кроме как файлики раздают а способов файлики раздать я знаю наверное штук 50 можно гитом можно веб-давом можно самбо и можно почтовыми голубями можно руками набить я не знаю много так зачем мне для этого сервер классная штука на самом деле классная штука я даже не успел дочитать getting started на самом деле у меня уже это реально это был восторг я понял что я за этим сюда приехал за тем чтобы получить просветление я не знаю заметно ли по мне да ну я на самом деле более менее все обозрел как как вообще мой собственный личный опыт использования пристекал с шефом я два года где-то примерно бодаясь с папе там к счастью только три месяца хотя сейчас уже с папе там стало мне гораздо легче чем было когда что папе то он тоже такой десель курильщика он там циклические зависимости позволяет сделать я не помню точно что это но это очень больно салтом я 9 месяцев а сансе был я вот с четырех часов утра можно ли мне верить ну классический ответ верить можно только мне из из русского сериала ответ из нерусского сериала все лгут ну правда все лгут кроме исходных кодов верить вот можно только тому что вы прочитали в идее своем поэтому владеть исходным кодом выводы ну на самом деле выводы очень простые если вы знаете одну configuration management систему то это лучше чем если вы знаете не одной а если вы знаете несколько configuration management систем то это тоже хорошо почему потому что ну допустим я вот настольный теннис играл и я знаю примерно три с половиной способа взять ракетку разными хватами и это очень помогает когда вот вы меняете хват помогает понять как вообще движется шарик и как надо бить по нему чтобы он там правильно летел и вот этот как бы расширение кругозора путем сравнение тулов она всегда мне очень нравилось я пропагандирую это не зацикливаетесь на чем-то одном даже вот оставив в сторону configuration management тулы изучайте новое изучайте новые языки изучайте новые парадигмы это помогает как бы связи между нервными клетками наращивать знания получать так видеть картину в целом ну ведь я обещал на самом деле мужской план я солгал у меня его нет у меня есть другое вот когда вы по этому магазину пойдете в каждой будочке сижу я и у меня можно купить вот как бы целиком поддержку всего этого меня вот торговая точка по такому адресу находится можно туда зайти и нанять нас мою команду мы вот со всем этим умеем управляться спасибо большое вот там мои контакты написаны я на самом деле кроме всего еще координатор санкт-петербургского митапа девопсовского ну мид это это мясо да то есть мы любим там шашлычок пожарить собраться и поговорить про девопс будете в питере пожалуйста заходите к нам на митап заносите там свининку ну я проезжаю обычно было бы я вот момент сплю нет нет это 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 классно проблема в том что я я я как-то гентушникам так мягко говоря отношусь с подозрением это да это вот мягко говоря знаете то есть вот в россии любят всякое там айсик ю дженту вот это вот какие-то такие вещи которые любить не надо бы мне я тоже люблю нет дженту это классно пока вот она у кого-то под столом дома стоит и он там обгревает мир а когда он это добро приносит на сервера причем не очень зная какие нужны были флаги у меня был просто случай в практике когда человек собрал php с не с префорк моделью а стрейдинг моделью в apache а пищи был не трет сейф нифига и он такой приходит ой что-то у меня сайт не работает естественно он не работает там рейс кондишина там предоставка общим данным вот пожалуйста джентушники хорошие джентушники они хорошие не потому что джентушники а потому что хорошие а плохие джентушники их надо ловить и и а ну надо на самом деле какие-то метрики задать я же не знаю сколько там чего куда складывается да то есть есть технологии ну тоже это мы сейчас немножечко уйдем от темы потому что с точки зрения сборки на ся есть более модные вещи чем применение вот configuration management есть иммюта был имиджес это вот сейчас самое модное митчелл хашимота пакер все вот это но она к сожалению тоже тормознутое насколько я себе представлен мы вот докер пытались использовать для этого использовать можно но он не быстрый и вот эти штуки они тоже не быстрые если как бы заниматься тем что там какой-нибудь там вагрантовский бокс с нуля разворачивать то пока он там все это стянет пока он все это развернет проходит время это хорошо для автоматического тестирования но для скорости это ужасно поэтому мне кажется что здесь как-то надо идти на какой-то компромисс может быть какие-то слои нарезать и делать какой-то предсобранный бокс от которого стартовать уже там не с нуля как-то так других вариантов нет ну я их не вижу по крайней мере что но это да это некий там трейдов придется за это заплатить временем где-то может быть получится сэкономить просто сделав какой-то там средний имидж который предсобран который редко меняется а а а а а а а а обычно бывает вот как везде обычно бывает вот как у того чувака который в этом самом в противогазе то есть ты туда ныряешь и там что угодно вообще и причем никто объяснить не может почему так начали с одного описали половину на нем потом вот вышло новое оказалось что новое клевое как бы сейчас его возьмем в итоге половина на том половину на том в общем она слабо формализуемо обычно трудно объясним еще и работает не очень хорошо так что тут опыт у меня такой боевой а а а отлично понимаю у меня тоже есть коллеги знакомые которые папе папе сначала слушай солт такая классная штука мы больше не папе не не забери свои папе туходи так что да вообще папе то он такой строгий не по делу вот лучше что-нибудь такое попроще особенно если там нет большой нужды выстроить дворец дворец кстати лучше строить на шейфе да это вот момент когда в проекте должен самозародиться папе то инженер я думаю что его уже можно поискать где-нибудь он где-то уже бегает ну да то есть на самом деле у всех же разные требования кому-то просто для красоты нужен в проекты папе то инженер а кто-то до последнего сопротивляется его появлению и там выкашивает папе вместо с инженером везде где видит но это на самом деле ваш личный выбор вы смотрите что вам что вам нужнее если там эффективность то эффективности скорее вот про какие-то такие более лайтовые тулы типа того же sol но когда вы хотите больше такой формализованность повторяемость тут наверное шеф потому что папе тоже мне кажется он слишком строгий да здесь здесь же еще все как бы от человека зависит я просто такой сам еще взрывной мне вот там хочется на бою что-нибудь поменять прямо сейчас и уже потом да вот внести в шеф или в папе там спокойной обстановке и тут конечно мне удобнее что такое что позволяет постирать все серверов по-быстрому посмотреть как она без данных будет жить да ну есть еще вопросы да я совсем забыл сказать я в пять часов собираюсь на баркемпе быть и рассказывать про мифы и легенды веб-оперейшнс во всяком русском вебе пожалуйста ставьте ваши лайки вообще лайки это собаки такие на самом деле спасибо не буду вас больше задерживать спасибо не знаю вы может быть Продолжение следует...